На моих вебинарах. Есть ли какие? Хорошо, Виктория, я очень рада, что вы пришли. Я рада новым знакомствам, рада видеть здесь друзей. Я узнаю некоторых из них. Рада видеть своих клиентов и рада видеть тех, с кем мы уже сотрудничали и продолжаем сотрудничество. Я расскажу немного о себе. Еще раз, да, Марина Ситкаль. Я психотерапевт, энерготерапевт, фета-хилинг-эксперт. Специфика моей деятельности в том, что я предлагаю только тот материал, который прошла сама. Тот материал, который я протестировала на себе, потому что имела такую потребность. То есть, если я предлагаю вам вебинары, курс и модуль «Свобода от страха и неудачи», это значит, что когда-то я была очень сильно напугана возможностью неудачи. И это значит, что часть некоторых упущений в жизни, которые я совершила, я совершила именно благодаря присутствию этого страха. Это значит, что часть счастливых моментов, которые я отложила на потом, 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 они были совершены именно благодаря присутствию страха и неудачи. И потому что я не знала, как с ним справиться. Но в этом смысле есть и большое благословение, потому что мне было это неприятно, мне было это дискомфортно, и я искала пути, как с этим справиться. И это обучение, и это практика, и это сотворение что-то, чего-то нового. Поэтому мне сказать, что я работаю, применяю только один инструмент, это неправда. В своей работе я применяю как левополушарные, так и правополушарные инструменты. То есть, если мы берем левое полушарие мозга, сюда можно отнести классические методы психотерапии. Там, где вы можете объяснить своему уму, его подкорнить какими-то пониманиями, понятиями, объяснить тот или иной феномен. И вторая часть инструментария, которую я применяю, это правополушарные практики. Это то, что очень сложно объяснить, рассказать, но вы всегда это чувствуете. Мы, на самом деле, люди, принимаем решение именно правым полушарием. Любое решение, которое стоит в нас в жизни, любой выбор, который мы делаем, мы делаем именно посредством правого полушария. А левым полушарием мы уже себе объясняем. Мы объясняем, логически подтверждаем, почему, зачем, находим причинно-следственные связи и тому подобное. У меня есть клиентская практика психотерапевтическая. В какой-то момент я почувствовала, что этого недостаточно и пригласила в свою жизнь практики энергетические. И когда удалось это совместить, я увидела другие результаты, другие скорости этих результатов и другие качества результатов. Хорошо. Скажите, пожалуйста, есть ли среди присутствующих тех, кто никогда и нигде не занимался никакими медитациями, созерцаниями, энергопрактиками и тому подобное, кто никогда с этим не встречался? По вашему молчанию я делаю вывод, что так или иначе вы занимаетесь какими-то практиками, так или иначе применяете методы правополушарные. Хорошо. Теперь опишите мне, пожалуйста, я буду активно с вами взаимодействовать. Это и есть один из моментов шага свободы от какого-либо страха, активное участие. Активное участие и тот момент, когда мы берем на себя ответственность. Ответственность за то, что этот страх присутствует в нашей жизни и ответственность за то, что мы совершаем все возможное для себя, чтобы быть свободным или свободной. И в этом смысле активность, она очень помогает. Ответственность это тот фундамент, на котором строится дальнейшая свобода. Я думаю, что вы замечали вот эту вот дихотомию сосуществования свободы и ответственности. Человеку, который не имеет ответственности, очень сложно пребывать в свободе. Он не знает, что с ней делать. Он не знает, как ответить миру, будучи свободным. Он не знает, это пугает его. Поэтому одним из фундаментов, на который мы опираемся, это ответственность. Ответственность за себя. Только лишь. Хорошо. Теперь напишите мне, пожалуйста, как вы видите, как вы считываете для себя страх неудачи. То есть, что это для вас? Как вы его оцениваете? То есть, если бы я спросила, что для вас такое стол? Вы бы дали ряд каких-то описаний. Стол этот. Для меня. Вот то же самое, пожалуйста, сейчас напишите мне, напишите в чате. Что такое для вас страх неудачи? Страх делать шаг, постоянное откладывание, разочарование в себе. Да. Что еще? Осуждение, дискомфорт, боль. Да. Что еще? Сильно падает энергия, страх, что не получится. И не доделаешь. Да. Да. Хорошо. Что еще? Бедность. Отлично. Да. То, что вы назвали сейчас, и еще многое другое, это еще те аспекты, которые блокируют реализацию пресловутого предназначения. То, что люди называют предназначением, то, что многие люди ищут, то, хотя на самом деле предназначение, оно всегда с человеком, никуда никогда не девается, оно заложено и все равно проявляется так или иначе. Но посредством этих аспектов, посредством страхов, обид, накопленного негодования, болезней, затуманивает наше сознание, затуманивает наш взор, что блокирует видение предназначения. Страх неудачи тормозит человека в реализации своей жизни, в реализации своей судьбы. Напишите теперь еще мне в чат, пожалуйста, чем он вам дискомфортен. Ну, то есть, вы же живете вот в разочаровании в себе, в осуждении, в дискомфорте, в неуверенности, в падении энергии. Потом это проходит, потом снова, в каких-то моментах в бедности. Чем он вам неудобен, чем этот страх вам не выгоден. Как этот страх отображается на вашей реальной жизни? Как этот страх отображается на ваших отношениях? Как этот страх отображается на ваших финансах? Да. Как этот страх отображается в вашей семье? Как этот страх отображается на вашей карьере? Копайте, копайте, почувствуйте, вот копните. То есть, вы же пришли сюда на вебинар. Это промо-вебинар, это пригласительный вебинар. Основную работу, которую мы будем делать, мы будем делать на модуле, на программе. Но сейчас вы уже пришли сюда. Возьмите, возьмите то, что вы можете взять. Коснитесь. Я прекрасно понимаю, что встретиться со своим страхом, это очень непросто. Вообще признаться, что какой-либо страх у нас есть, это очень непросто. Ум нас сохраняет от этого. Ум когда-то пережил жуткую боль, он это запомнил и оберегает каждого из нас. И поэтому включиться, проявиться может быть очень непросто, именно потому, что есть вот эта вот телесная память, память ума соприкоснуться с этой болью. Я предлагаю вам, я вовлекаю вас в это. Уже здесь, уже сейчас, постепенно, потихонечку заходить в эту тему. Вплывать в безопасном пространстве. Там, где, если вам вдруг и станет больно, есть я, которая поможет вам сейчас с этим. Вот в эти два часа. Хорошо, я чуть-чуть подниму чат, почитаю, что вы написали. Стоишь на месте. Так. Мешаю двигаться к своим целям, туда, куда хочется. Не добиваюсь своих целей, теряю время, деньги. Не реализую много своих идей. Блокируются все позитивные аспекты жизни. Страх что-то делать, да. Апатия, конечно, да. Закрытость к своим близким. Боязнь говорить о своих мечтах. Конечно, Людмила, я вас прекрасно понимаю. Это и было, вот, мне очень резонирует, очень похоже то, что вы говорите. Закрытость к своим близким и боязнь говорить о своих мечтах. Потому что любая моя мечта, она, моя семья, она очень практична, прагматична. А я получилась немного другая. И мои интересы с детства, с юности, какими-то тонкими материями, телами и вообще чем-то таким, чему я еще не знала название, конечно же, вызывала осуждение, хохот и подозрение, все ли со мной в порядке. И поэтому заговорить хоть о какой-либо мечте, не имея ни малейшей поддержки, это крайне было сложно. Я вас прекрасно понимаю. Я нашла этот способ, как разрешить себе мечтать, поселить мечту в себе, вынашивать ее и реализовывать, и воплощать. И при этом опираться на поддержку близких, при потребности. Дальше. Ничего не доходит выше, чем на уровень мечты. Да. Страх будущего меня парализует. Хрипит микрофон очень. Хорошо. Если так, меньше хрипит, скажите, пожалуйста. Напишите, пожалуйста, меньше ли так хрипит, когда говорю хрипит. Хорошо. Меньше хрипит, да? Хорошо. Да-да. А слышно меня достаточно? Хорошо. Да. Хорошо. Теперь я хочу, чтобы, да, чтобы вы еще... Слышно? Хорошо. Спасибо. Теперь я попрошу вас еще посмотреть в глаза, рассмотреть его ближе, этот страх. Взгляните, пожалуйста, и увидьте, представьте, почувствуйте, что вы упускаете в своей жизни, благодаря наличию этого страха. Что? Время. Да. Что еще? Возможности, конечно. Что еще? Да. Что еще? Лучшее. Угу. Что еще вы упускаете, благодаря наличию страха неудачи? Не реализуется потенциал. Да. Давайте я вам подскажу. Вы упускаете деньги, благодаря наличию страха? Вот так, ближе к телу. Благодаря наличию страха неудачи, вы упускаете возможность получить повышение? Напишите, да или нет. Угу. Не реализуется предозначение. Вы упускаете возможность узнать себя? Неужели вы думаете, что вы просто линейное существо? Вот то, что вы о себе знаете, это и есть вы. Человек является многогранным, бесконечным, потенциальным существом. Упускаете ли вы возможность узнать себя больше? Упускаете ли вы возможность проявить себя миру больше? Упускаете ли вы возможность создать нечто материальное? Пирог, квартиру, платье, бухгалтерский отчет, семью, ребенка, опираясь на страх неудачи? Заявить о себе. Елена пишет, не всегда. Елена, уточните, пожалуйста, что вы имеете в виду, описывая, говоря, не всегда. Угу. Елена пишет, для меня это все в точку. Да. Угу. Конечно. Что-то откладываю на потом. И скажите, пожалуйста, вот из того, что вы откладываете на потом, какой процент вы уже реализовали? Из того, что вы отложили на потом, что вы реализовали? Угу. Ничего. Конечно. Именно так. Это и есть то, как работает... Угу. У меня отложенные вещи так и остаются в прошлом всегда. Да. Это именно то, как работает страх неудачи. И знаете, что самое интересное в этом страхе, самое коварное и любопытное, когда я это обнаружила, это же, это было так красиво, это было так радостно, счастливо и потрясающе увидеть этот абсурд. Ну, во всяком случае, в моем строении ума и то, как я взрастилась до того момента, выглядело это именно так. Я пребывала в жутком страхе неудачи, того-сего, сказать не то, я пребывала в каком-либо обществе, которое мне нравилось, и я слушала этих людей и думала, боже, да что же такое, они говорят те же самые вещи, что и думаю я. Да, но открыть рот, это произнести, я не решалась, а когда решалась, это выглядело какой-то абракадаброй и совершенно неуместным, хотя вот в уме мне казалось, я же вот, это же все очень соответствует. Знакомы вам подобные ситуации? Да, все про меня. Да. Ловушка этого страха заключается в том, что вы каждый день, да, боишься проявляться, пишет Виктория. Ловушка этого страха заключается в том, что вы каждый день совершаете неудачу, каждый божий день вы это делаете, каждый из нас это делает, каждый божечкин день. Но мы боимся неудачи, мы боимся страха, и мы боимся всего того, что мы себе скажем после того, как мы заметили, после того, как мы отметили, что именно вот это событие является неудачным. Вы не ломали ногтей, вы не ломали ногтей, не разбивали тарелок, не опаздывали навстречу, не делали ошибок в письме? Да, боже мой, конечно же делали, это смешно. Каждый божий день мы свершаем эти неудачки. Да, все было, конечно же. Но при этом какие-то из событий мы выбираем назвать, нет, какие-то из событий, каких-то из событий включается так называемый триггер, где человек начинает себя очень сильно оскорблять, очень сильно не поддерживать, очень сильно принижать себя, свое достоинство, свое тело. И, как я уже сказала, ловушка этого, что мы то, чего мы боимся, мы все время совершаем, да, якобы саму неудачу. Но страшит на самом деле, страшит именно сам страх. И то, как мы с собой поступим, не начальник, не друг, не общественность, а именно мы, именно то, как я. У меня есть замечательный курс, он называется «Свобода от страха публичных выступлений». И когда, это тоже была моя тема, я люблю петь и долго не выходила на сцену, именно потому что, когда я выходила на сцену, у меня включался этот страх. Я не могла вообще и рот открывала, могла там уже на морально-волевых произвести какой-то звук, но это было скорее скрежет и очень потом оставалась недовольна этим скрежетом. И тоже прорабатывала этот страх, и тоже разработала программу, и замечательные результаты. Сейчас попробую меня еще сними с этой сцены. Мне нравится петь, мне нравится звучать и тому подобное. И там я обнаружила такую вещь, что мне не столько были, там есть несколько этапов этого страха, он достаточно объемный и имеет свою историю. Но то, что касается именно нашей темы, страх неудачи, я хочу сказать о том, что страшнее всего было не то, что скажут мне люди, ох, ты плохо спела, или ох, хорошо ты спела, а страшнее всего было то, насколько я начну себя топтать после того, как мне кто-то скажет, что я, может быть, недостаточно хорошо это сделала. И это очень сильно хорошо чувствуется разница, когда этот страх проработан, и кто-то мне скажет, ты знаешь, ты была недостаточно хороша. И нет вот этого вот танца пытки самой себя после этих слов, потому что там уже достаточно любви, достаточно внимания и достаточно исцеленности для этого. Хорошо. Скажите, пожалуйста, напишите мне от нуля до десяти, как то, что я сейчас говорю вам, отзывается вам, как говорят психологи, резонирует вам, интересно, неинтересно. Спасибо. Хорошо, вы пишите 7, 8, 5, 6, напишите, что вы хотите, то есть, да, если вам чего-то не достает, что вы хотите привнести, что вы хотите, чтобы было привнесено в нашу с вами беседу. Продолжение следует... А не пишите, не хочется? Чего вам недостаточно, то есть... Да, конкретная практика будет и техники будут. Практику я дам в финале вебинара. Что с этим делать, я поняла. Давайте так, со страхом, я поняла. Как говорит моя подруга и мастеру, которой я обучаюсь, она говорит замечательную фразу, давайте обозначим свои профессиональные границы. Это промо-вебинар. То, что вы хотите, вы хотите работать с собственным страхом. То, что я вам сейчас предлагаю, я вам предлагаю прикоснуться к собственному страху, разжевать его, размять. Кто мой мастер? У меня достаточно... Несколько мастеров, у которых я время от времени обучаюсь. И сейчас я имела в виду Оксану Спиваковскую. Она мастер женских практик, у которой я обучаюсь. Более конкретно о выходе из состояния. Это мастер. Хорошо. Для того, чтобы вам выйти из этого состояния, из состояния страха и неудачи, вам нужно подгрузиться в свое детство. И в тот момент, когда вам сказали, что вы не то, кем вы являетесь. В тот момент, когда вам сказали, что вы абсолютно неценны или недостаточно ценны. В тот момент, когда вы поделились своим мироощущением и получили отказ. В тот момент, когда вы хотели попробовать что-то новое и при этом получили наказание. В тот момент, когда вы познавали свой мир и получили не поддержку, а порицание познавания мира, в тот момент, когда вы проявили себя честно, по-детски, искренне, открыли свою душу и получили туда удар, так или иначе, какую реакцию мира вы восприняли, как нечто, что и причинило вам боль. И для того, чтобы вам освободиться от этого страха, вам нужно его сначала хорошо разглядеть, увидеть, что именно он есть, как он выглядит, какой он на ощупь, как он вами чувствуется, где он приходит, в какие моменты. Именно это мы делаем на программе. В какие моменты он приходит, какие ситуации его провоцируют, на какие еще сферы вашей жизни он распространяется. Это первое. Второе. Вам следует посмотреть в свою самооценку. Понятное дело, что взращивание своей самооценки – это прекрасный, красивый, длительный путь. И за встречу там в три модуля, взрастить в себе самооценку про ощущение своей высокой ценности. Возможно, для кого-то это возможно, я понимаю, что для этого нужно больше внимания и времени. Но то, что действительно реально, и то, что действительно, во что я вас вовлекаю и что предлагаю, это рассмотреть и познать алгоритм взращивания своей самооценки. Взращивание признания, что именно ваш проект, он ценен. Именно ваша идея ценна, именно ваше слово ценно, потому что, когда вы находитесь в страхе неудачи, для вас ценны слова других, но не являются ценными свои собственные. Это так? Напишите мне, пожалуйста, это так? Да. Да, хорошо. Для того, чтобы освободиться от этого страха, мало того, что вы не заглядываете, а вы возвращаетесь в детство, вы возвращаетесь в эту боль. Следующим шагом вы взращиваете свою самооценку. Вы даете себе, и это то, что мы делаем, опять же, повторюсь, на программе. Вы даете себе того взрослого, который поддерживает, который любит, который вдохновляет, который поддерживает этого ребенка, стремящегося познать мир и познать себя в этом мире. Вы погружаетесь в себя и находите этот ресурс. И этот ресурс, я знаю определенно точно, он есть, он есть у каждого из вас. И он сидит без дела. Его этот ресурс заталкивает тортиками, сериалами, какой-то болтовнёй с подружками, либо ещё чего-то. Следующим моментом, когда вы акцентируете своё внимание на взращивание своей самооценки, вы видите алгоритм, как вы это с собой делаете. Вы видите алгоритм, как вы себя обесцениваете. Вы видите алгоритм и пошаговую структуру, как ловить себя в осознании, что именно сейчас я или обесценила, или обесценил себя. Ловить этот момент за хвост, как рыбу. И преобразовывать, выводить из себя. Ловить этот момент за хвост. Это и классическая психотерапия, и работа с энергиями. То есть в работе я настраиваюсь на ваш мозг, на ваше подсознание, на вашу правополушарную часть. И помогаю вам, вашими же силами, рассмотреть, увидеть все те программы, которые сложились, доложились в вас в процессе этих ситуаций, которые являются родоначальниками этого страха неудачи. Вы видите все эти ситуации, вы видите эти программы. Часть вы их осознаете, часть не осознаете. Это так называемые в системе тетахилинга, это называют деструктивные программы. И эти деструктивные программы вы растворяете, выгружаете так, как если бы это был компьютер. Вы растворяете, выгружаете эти программы и устанавливаете новые, позитивные, конструктивные, которые служат той идее, которую вы ставите. То есть, если у вас есть страх неудачи, у вас обязательно есть программа о том, что окружающая среда враждебно к вам настроена. Это как пить дать, потому что человек с ощущением единства, у него нет этой программы. И что вы делаете? Вы возвращаетесь в ту ситуацию, когда эта программа родилась, когда она была вам передана и вами принята. Или же, когда она у вас сформировалась, вы ее выгружаете, благодарите и устанавливаете себе ту программу, к примеру, что вы знаете, как это чувствуется и вы живете в том мире, когда мир доброжелателен к вам. Вы загружаете себе эту программу. Просто вот на вебинарах я вам рассказываю, показываю, как это делать и делаю это вместе с вами. Вы загружаете эту программу. И потом, через какое-то время, вы вдруг обнаруживаете, что вам очень хочется в ситуации критической поступить по-старому. Но вдруг у вас появляется на какой-то мгновень, на доле секунды, ощущение, что, а вдруг я могу сейчас сделать иначе. А вдруг сейчас я могу сказать, что, блин, ну что, я как дура. Но мне почему-то, ну как-то тяжело сейчас это сказать. Мне почему-то, вот по старой привычке хочется, но сейчас я не могу это сказать. Сейчас мне хочется сказать, ну вот, случилось. Есть очень разница, бог в мелочах, как говорят, да. Есть очень хорошая и большая разница между тем, когда вы из дня в день называете себя дурой или дураком, и когда вы из дня в день в маленьких ситуациях, в мельчайших, казалось бы, абсолютно ни к чему не обязывающих, даете себе поддержку ложечка за ложечкой. Это как гомеопатия, которая приводит к потрясающим результатам. Хорошо. Когда вы обнаружили своего взрослого, который может давать поддержку, вам еще хорошенечко, вот вы спросили, да, как избавиться. То, что я вам говорю, это и есть алгоритм работы. А то, как это делать, мы этим будем заниматься на программе. Следующим шагом вам нужно посмотреть выгоды. Те выгоды, которые вам дает этот страх неудачи. Это могут быть замечательные, прекрасные выгоды, к примеру, та же самая пресловутая безответственность. Это очень удобно быть маленьким. И очень удобно быть беззащитным. Время от времени, конечно, это надоедает, но ведь к маленьким так хорошо относятся. Маленькие, если у них что-то случилось, кто-то стремится там помочь. Правильно я говорю? Это так? Ответьте мне, пожалуйста. Да, напишите, пожалуйста, еще. Как вы думаете, какие выгоды быть безответственным? Вот чем это удобно? Вы маленький, за вас решают, вам не надо вставать туда, куда не хочется вставать. Если вдруг чего и сделали не так, так можно сказать и как-то себе объяснить, ну да ладно, чего уж с меня взять, я маленький или маленькая. Все делают за тебя, да. В этом есть выгоды. И следующий момент, когда вы работаете с страхом неудач, вы соприкасаетесь с таким пониманием, как выгода этой неудачи, выгода пребывать в страхе. И когда вы видите выгоду, к примеру, безопасность, безответственность, это один из моментов безответственности, это ощущение опасности от мира. Это значит опять-таки, что есть какая-то часть вас, которая свято верит в опасность мира. И этот страх, он вас защищает. И это и есть выгода. Быть под защитой. И то, что хорошо было бы сделать в этом месте, это создать для себя новые способы защиты без применения страха. Создать для себя ту атмосферу безопасности без применения страха. Я думаю, для вас неудивительно будет понимать, узнать, что то, что мы думаем, мы этими мыслями распространяем вибрацию в мир, и мир нам отвечает. И если человек пребывает в состоянии тотальной опасности, он излучает это состояние страха и опасности мир, и мир этой опасностью и отвечает. То же самое, что когда человек чувствует себя в безопасности, все-таки меньшая вероятность, что с ним может случиться или с ней может случиться что-то неприятное. Вот, да, Виктория пишет. Выгода не продвигать свои проекты, никто не обесценит, да. То есть здесь еще Виктория не столько не обесценит, а здесь страх проживает ощущение потери. Потому что если ваш проект обесценили, значит его вроде как вы лишились. А страх потери вам передали и по роду, ваши мамы, ваши папы, ваши мамы, которые теряли детей, и этот страх передали, что терять вообще хоть что-либо, это очень страшно. Вам передали ваши предки, которые теряли имущество. Вы усилили и подтвердили этот страх, потеряв что-то в своей жизни. Что-то очень близкое, пусть не очень ценное в глазах общественности, но очень родное и близкое вам. К примеру, щенка или домашнее животное. Не знаю. Но вот этот страх неудачи, он защищает вас от боли, прожить потерю. Хорошо, идем дальше. Что-то новое вы услышали или и так всем все понятно и давно про это уже все знали? Напишите, пожалуйста. Новое, хорошо. Татьяна пишет, знала. Да, я услышала новое, новое, спасибо. Хорошо. Хорошо. Хармоника, да, благодаря тоже. Татьяна, да, я благодарю вас, да, что вы знали и все равно пребываете еще здесь с нами. Сейчас представьте, пожалуйста. Нет. Делаем еще. Вы не против, если мы еще заглянем, еще пожуем вот это вот само состояние страха неудачи? Еще прикоснемся к нему, еще почувствуем вот это вот ощущение отвращения, нежелания, нежелания с ним встречаться. Вот, у страха неудачи есть у любого страха, есть замечательная такая штука. Когда на него смотришь, хочется, чтобы сделался монтаж. Вот сейчас мгновение, что-то случилось, и этого страха вдруг не стало. Это такой замечательный способ избегать этого страха, бегать от него и превращать это, превращать банальную простуду в хроническое заболевание. Спасибо, Хармоника. Я все-таки попрошу сосредоточиться на материале, ну, благодарю, мне очень приятно. Итак, я предложу вам все-таки еще помять эту часть. Я предлагаю вам поговорить о том, как вы думаете, ответьте мне на вопрос. Вот сейчас не вы, а люди в целом. Люди в целом думают о себе адекватно, они, либо же люди в целом занижают свою ценность, или же завышают. Как на ваш взгляд? Первое – адекватно, второе – занижают, третье – завышают. Вопрос, если делать то, что боишься, это разрушает программу страха. Когда как? Когда это разрушает программу страха, когда это ее, наоборот, усиливает. Если вы делаете, если вы делаете что-то, то, что вы боитесь на морально-волевых, на морально-волевых, каждый раз насилуя себя, то вы укрепляете и страх, и ненависть, и боль. Если же вы подготавливаете себя, даете себе возможность быть собой очень любимой в этот момент и после, и идете в страх, то да, это разрушает программу страха. Именно так. Татьяна пишет, человек практически всегда считает, что адекватно все делает, но люди со стороны оценивают это по-разному. Хорошо? Какие есть еще версии, пожалуйста, напишите. Нет, я, например, знаю, что я делаю неадекватно. У каждого свое определение адекватности. Тоже правильно. Тоже правильно. Я здесь все-таки опираюсь больше на ощущение, не на саму трактовку термина, а на ощущение. И по этим ощущениям прошу дать обратную связь. Хорошо. То, что показывает опыт работы с клиентами и вообще общение с людьми, и то, что показывает опыт видения, потому что, когда занимаешься правополушарными практиками, открывается ясное видение, яснознание, яснослышание. И это тоже приятный бонус того, этой программы, которую я вас приглашаю, да, «Свобода от страха и неудач», потому что та методика, с которой я работаю, в содружестве с классической психотерапией, она дает этот приятный бонус. Вы начинаете более ясно видеть, более ясно слышать. Кто-то начинает там предвидеть будущее, видеть прошлое, это уже у каждого свои предпочтения, свой почерк. Но это так. И то, что показывает общение и работа, что очень много людей думают о себе намного хуже, нежели они являются. Очень много людей занижают свое самоощущение, нежели очень много людей даже понятия не представляют, понятия не имеют, насколько они красивы, прекрасны и великолепны. Очень многие люди убеждают себя из дня в день, применяя эти деструктивные программы, убеждают себя в том, что с ними что-то не так, что им что-то надо доделать, что-то перекроить, что с ними что-то не так, что они где-то чего-то не соответствуют идеям, не соответствуют атмосфере, чему-то где-то как-то не соответствуют, даже самому себе не соответствуют своим ожиданиям и своим перспективам и своим идеям. Очень много людей думают о себе хуже, нежели так и есть. И есть такая замечательная фраза, что нет никакой веры в... Как это сказать? Сейчас поточнее сформулирую. То есть... А, вот. Нет никакого состояния, что я не верю в себя. Вот такого состояния у человека не существует. Я не верю в собственную силу. Вот такого состояния у человека не существует. Человек всегда инвестирует свое внимание, свою энергию, свою жизнь, свой ресурс в то, что он верит. Но то, что он верит, он верит не в свою силу, а в свою слабость. Он верит не в свою красоту, а в свое уродство. Он верит не в свой... не в успех, а в неудачу. Человек из дня в день, из момента в момент воспроизводит одно и то же веру в то, что делает его несчастливым. Понимаете, что мы делаем с собой? Как отзывается вам эта информация, то, что я вам сейчас говорю? Напишите, пожалуйста, плюсы и минусы. То есть удалось вам вот поймать это ощущение, что это не то, что я не верю в свою силу, я не верю, и мне надо научиться верить. Нет, каждый раз у каждого из нас есть этот прекрасный, отточенный, профессиональный, мастерский механизм верить. Но только вот приятная новость в том, что именно мы выбираем, во что нам верить. Конечно, у нас были мамы, папы, детские сады, предыдущие, если кто верит в предыдущее воплощение, а предыдущее воплощение, если не верит, тогда коллективное сознание и тому подобное. Все это у нас было, это тоже имеет свое влияние. Но мы выбираем инвестировать в эту энергию, инвестировать в эту веру. Или нет? Нет. И как раз, когда мы каждый раз вкладываемся в страх неудачи, мы делаем его еще сильнее. Я понимаю, конечно, вы можете сейчас спросить, ну конечно, хорошо, если я делала или делала это 15, 20, 30 или 40 или 60 лет, как же мне это сейчас перестать. Это и есть вот эта вот работа, когда вы снимаете с себя и программы деструктивные, и эмоции, которые, и чувства, которые эти деструктивные программы поддерживают, и те ситуации болезненные в жизни, которые охраняют этот страх. То есть это и есть вот эта вот красивая, замечательная работа по освобождению себя. То есть вы идете в тюрьму за собой, за собой, которую когда-то туда заключили. И вы встречаетесь с одним стражником, с другим, с третьим, с пятым, с десятым. Про это куча мифов и сказок про церберов мифов, да, и сказок про какие-то препятствия, которые там включаются. Это все сказания о нашем подсознании. Почему мне нравится работать со страхом, с правополушарными методами? Потому что страх очень сильно удерживается. Он сказал, нет, я буду тебя охранять, чтобы ты больше никогда не чувствовал этой боли, я буду тебя охранять, я верно тебе служу. Но когда мы работаем через правополушарные методы, этот страх не понимает, что мы делаем. Потому что, ну что, мы сидим, какие-то там свет наполняем, где-то какие-то образы, лопаем какие-то шарики, или же проглатываем и перевариваем. То есть наш ум, он воспринимает это как просмотр какого-то мультика. Но именно в этот момент, во время просмотра какого-то мультика и происходит исцеление. Что такое мысль? Мысль это какая-то вибрация, это какое-то дрожание. Мысль порождает образ. Вы погружаетесь в образ, вы включаете мысль, вы преобразовываете образ, меняете его. Вы меняете мысль. Когда вы меняете мысль, когда вы меняете образ, вы меняете, переписываете, обновляете свои нейронные связи. В интернете встретила замечательную фразу. Для того, чтобы состояться в жизни, нужны хорошие связи. И приписочка – хорошие нейронные связи. Так вот, до 7 и до 15, до 13, 14, 15 лет закладываются основные связки нейронных связей. И то, что мы делаем, мы начинаем раскапывать, где эти нейронные связи сложились так, что они поддерживают этот страх неудачи. и меняем это. Хорошо. Счастье находится за дверями страха, откройте эту дверь. Да. И самое интересное, что потом оказывается, что когда открываешь эту дверь, там ничего нет. Да, пусто. Это правда. И это большое счастье. Хорошо. Представьте, пожалуйста, что у вас нет этого страха неудач. Вот, закройте глаза, если вам удобно, расслабьтесь, пофантазируйте. Представьте, что у вас есть волшебная палец, и вы ее взмахнули, и все, нет у вас больше этого страха неудач. Расскажите мне, напишите в нескольких словах, как меняется ваша жизнь. Уходит напряжение. Уходит напряжение. Отлично. Легкость. Посмотрите, посмотрите на свою семью, посмотрите на свое финансовое обеспечение, посмотрите на свою карьеру. Посмотрите на своего начальника, на своего супруга, или друга, или подругу, на своих, может быть, родителей. Что изменилось? Представьте, что вы живете без этого страха. Нет этого страха, он для вас не существует. Не существует самого понятия неудачи. Просто вы существуете в том, что я делаю какие-то дела, и какие-то дела мне надо будет переделать, а какие-то больше не надо переделать. Все. Успешно. Есть все, что желаю. Пожалуйста, я прошу еще Галину, Викторию, Ирину, Над, Светлану, Светлану, Татьяну, Ирину, поучаствовать в нашем, в нашей беседе, в нашем конверсейшн. Я иду и делаю, и все получается. Вот, Виктория, вы идете и делаете, и все получается. И что вот, что у вас в семье, что на вас надето, какое у вас настроение. Распишите, вот расскажите мне про это. Примерьте на себя, рядом успешный мужчина. Все, о чем мечтается, все сбывается. Отлично. Все сбывается, потому что вы направляете правильную вибрацию. Пространство, и пространство буфером вам отвечает. Угу. Хорошо. Просто примерьте на себя, оденьте этот костюмчик, нет страха, неудачи. Я могу зайти туда, что-то попробовать, я могу поговорить с человеком, что-то узнать. Я могу проявить свою идею, я могу воплотить какой-то новый проект. Я могу, что еще, я могу сказать, для меня как раз было очень большим подарком, вот в свободе от страха неудач, то, что у меня есть образование, как я уже говорила, классическое, психотерапевтическое. Я его получила в нашем университете Шевченко в Киеве. Это считается одним из очень престижных, хороших и почитаемых вузов в Украине. И это очень академический вуз. Они чтят традиции, это вуз, который чтит традиции, это вуз, который акцентирует внимание на психотерапии, именно на академической психотерапии. И это было огромное счастье и показатель того, что я иду в том направлении, когда через много лет мне позвонили организаторы конференции и пригласили, они сказали, что они наслышаны, и они пригласили провести там мастер-класс. Мастер-класс по моим энергетическим практикам по раскрытию экстрасенсорных способностей. Страх неудачи сказал бы мне, что куда ты прешься вообще, это академический вуз с академиками, которые знают только по пунктам, которые знают библиотеки, которые знают, чего, как, вот, снос, где там читать, какие экстрасенсорные вообще способности, ты чего вообще. Но поскольку этот страх проработан, мне было очень увлекательно и интересно посмотреть, как это там проявится, то, что является, так сказать, нетрадиционным, как это проявится в традиционной среде. И это великолепно, они продолжают еще и еще и еще, и если у меня, ну, то есть, я так люблю хвастаться этим, мне просто очень нравится. Растет аудитория и приглашение, если это было раз в год, то сейчас два. Страх неудачи, он не посмел проявиться, он сказал, конечно, иди попробуй, а что нет? Что у тебя, хорошо? И это раскрылась в очень красивую историю. Пожалуйста, да, еще парочку напишите. Вот вы чувствуете, да, что вы живете без страха неудачи? И что с вами проявляется? Моя карьера развивается с каждым днем. Улыбка все 24 часа на лице. Ой. Ну, говорят, это полезно для здоровья очень. Путешествия в любую страну. Я удовлетворена, воплотила сразу несколько своих проектов. Отлично, отлично, потому что вы очень правильно инвестируете свое внимание. Все, что вы делаете, это ваше внимание. Все, что вы делаете или не делаете, это то, куда вы направляете свое внимание. Там, где ваше внимание, там ваша энергия. И когда вы направляете свое внимание в свободу и в веру, в свою силу, веру в свой опыт, веру в свою жизнь, веру в свой потенциал, веру в свою проявленность, и снимаете с этого ожидания, это то же, что предстоит сделать во время работы со страхом неудачи. И это потрясающе красивая практика, как снимать ожидания с себя и с других. Это когда вы снимаете ожидания, и вы абсолютно свободны перед самим или перед самой собой. У вас нет, я заметила еще такую штуку за собой, что когда я что-то там делала, а потом я вроде делаю, вроде все хорошо, но мне от этого не радостно. Я нашла такой момент ума и сознания, что оказывается, когда я даже сама что-то делала, я на себя накладывала ожидания, как это должно было бы быть. Таким образом, своей самости, своему естеству перекрывало дыхание, перекрывало дорогу для проявления этого. И вот, когда вы прорабатываете страх неудач, вы то же самое прорабатываете и вот эти вот блоки, и свои ожидания от самой, от самого или от самой себя. Каким, какой я должна быть, или какой я хочу себя видеть, или тому подобное. Вы снимаете себя, вы опять же, вы возвращаетесь, вы идете в эту тюрьму и открываете эту дверь и говорите, выходи, не должна ты быть такой, будь такой, какая я есть. Это же счастье, правда, когда кто-то придет и скажет, ты знаешь, я принимаю тебя таким, какой ты есть. Вообще не имею представления, какой ты есть на самом деле, или какая ты есть на самом деле, но я тебя вот таким принимаю. Приятно? Очень приятно. И мы это все ждем от окружающих. Опять же, как говорит моя подруга, хорошая новость в том, что это мы можем давать себе самостоятельно. Так. Хорошо, восприятие критики спокойное, вызывающее только улыбку. Финансовая свобода, покупают все, что хочу и когда хочу. Отлично. Отлично. Хармоника, я тебя так благодарю за твое активное участие, Виктория, Татьяна. Я счастлива, что вы активно участвуете. Очень, очень, очень здорово. Это улучшает диалог и улучшает вот этот вот энергообмен. Хорошо. Так. Мы поговорили, да, о вреде страха, о том, что он побуждает сомнения в себе, самобичевание, замкнутость, отказ от реализации мечты, манипулирование, потеря энергии. Все то, что вы описали. Гипертрофированное чувство самосохранения. Это тогда, когда мы выбираем, либо слишком завышенные для себя цели, если замуж, так сразу за какого-нибудь там короля или принца или еще чего-нибудь. Это очень утрировано. Либо очень занижаем, и этот маятник из стороны в сторону не дает вообще ничего, ни принца, ни вот что-то такого более похожего. Гипертрофированное чувство самосохранения лишает возможности объективно видеть, ясно видеть, ясно слышать, ясно осознавать и ясно действовать. Наличие страха вызывает физические заболевания. Когда я работаю с клиентами с симптомами с телом, так или иначе, мы приходим к какому-то страху, который настолько уже закапсулировался в организме человека и в психике человека, что тело уже начинает подсказывать, пожалуйста, поработай со мной, увить меня через физическую боль, через физическое заболевание. Через деструкцию. Также, когда мы забываем о своем теле и не кормим его соответствующими минералами, витаминами, тело тоже начинает реагировать, потому что есть психические страхи и есть страхи физические. Физика тоже помнит тревогу и страхи, и, к примеру, если у вас недостаточно в организме витаминов группы В, человек постоянно испытывает тревогу и непонятно вообще откуда и зачем, и почему она появилась. Точно так же обстоят дела с аминокислотами, с витаминами А, с пониженным уровнем кальция и магния. Человек просто чувствует тревогу, хотя все в принципе нормально. Достаточно только лишь непроработанный страх может перейти в психосоматику. Именно так. Он именно так и делает, потому что если человек не прорабатывает его, не исцеляется на уровне ума, на уровне психики, тело уже подводит к тому, чтобы уже хотя бы через тело подступить ко мне. Потому что изначально наша самость, она стремится быть свободной и счастливой, потому что именно такова наша природа. Это свобода и любовь. И тело через психосоматические заболевания говорит, что, пожалуйста, прекрати так со мной обращаться и начни, пожалуйста, уже жить счастливо. У тебя есть все ресурсы и все возможности для того, чтобы это сделать. Да. Хорошо. Как вы уже поняли, да, что для того, чтобы распоздать этот страх, нужно хорошенечко поработать. Есть еще не только вред страха, а как мы уже частично говорили, есть еще и польза страха. Место вашей слабости является местом вашей наибольшей силы. Когда вы идете в страх неудачи. Когда вы смотрите ему в глаза. Когда вы вынимаете оттуда все уроки и выгоды. Когда вы растворяете эту оболочку. Оболочку страха неудачи. Когда вы проходите несколько этапов, несколько кругов, охраняемых сервером, другими охранниками. И подходите к этому источнику, который охраняет этот страх. Вы вдруг соприкасаетесь своим величайшим потенциалом. Создавать и творить фортуну, удачу. Богиня фортуна, это и есть каждый из нас. Фортуна улыбнулась. Она улыбнулась тогда, когда мы сняли с себя все то, что преграждает увидеть этот взгляд. Увидеть эту улыбку. Фортуна это и есть каждый из нас. Это и есть та часть наших потенциалов. Та часть наших способностей, которые мы захланили. По разным на то причинам, на то тоже были свои причины и очень веские. Место нашей слабости является местом нашей наибольшей силы. То, чего вы боитесь, является вашим потенциалом. Вы поэтому этого и боитесь. Потому что это очень сильно просится к вам на ручки и очень сильно просится быть вами и жить. Это и есть часть вас. Часть вашей красоты. Вашего успеха. Вашего величия. Вашей свободы. Ваших возможностей. Это и есть вы. В принципе, я рассказала все, что хотела рассказать. На этом вебинаре. Если у вас есть какие-то вопросы. Пожалуйста, их задавайте. Здесь я написала, да, что, какие выгоды вы получаете, когда хорошенечко потрудитесь. И что такое инициация в себе, инициировать в себе успешного человека. Инициировать в себе свою успешность. Пусть свободным реализовывать себя. Это тоже путь, красивый путь. Замечательный. Когда вы видите алгоритм, как это делать, делаете это, применяете это в своей жизни. Это не значит, что какие-то невероятные события начнут происходить в вашей жизни. Но это их и не исключает. У меня есть клиентка, которая была всего лишь на одной сессии, а на остальных... В других случаях она приходила либо на мои мастер-классы, либо на какие-то публичные выступления. И через какое-то время она пишет благодарственные письма и описывает какие-то совершенно потрясающие результаты, которые она получает уже просто после каких-то вебинаров, мастер-классов. То есть эти результаты сравнимы с тем, как и с другими клиентами. К примеру, мы работаем по полгода, а то и больше. Виктория, когда он будет проходить и сколько стоит? Об этом вам расскажет Катерина в конце вебинара. Да. Но перед тем, как она будет это рассказывать, я все-таки предлагаю вам сделать правополушарную практику. Сегодня еще замечательный астрологический день. Сегодня новолуние. Новолуние в знаке Овна. Новолуние в знаке Овна. Очень хорошо в этот день прописывать, манифестировать. успешные события в области своей карьеры, в области своей материальной жизни, материального благополучия. Сегодня также еще, если я правильно скажу, сегодня христианский день, праздник Благовещения. И также ведический праздник, Новый год по системе Джиотиш. Это ведическая астрология. Сегодня очень красивый, замечательный день. И я очень радуюсь проводить его с вами именно так. Хорошо. Готовы к практике? Напишите. Плюсы. Если готовы и минус, если не готовы и... Да. Марина пишет. Да, готова. Марина, ты уже в Швейцарии? Я вижу знак страны. Была еще вчера день. Хорошо. Как видишь, там... Ох, любовь. Хорошо. Возможно, Катя вам про это не расскажет. Я расскажу немного о программе еще перед практикой. Сам курс, он длительный, он большой. Он состоит из девяти модулей. И этот модуль включает работу с разными страхами. Это и страх одиночества, это и страх потерять любовь, это страх богатства, это страх успеха, это страх общественного мнения и ряд еще других страхов. И каждый страх мы будем разбирать на трех модулях, будут домашние задания, практики. Возможно, еще какие-то вспомогательные встречи, будем смотреть, как будет действовать группа, как это работает, я вам уже рассказала, и какими методами мы будем их применять. Можно, как пройти сразу весь курс, девять модулей по три встречи. Можно проходить отдельно по одной встрече или же сразу три встречи по модулю. Например, вот сейчас будет стартовать модуль свобода от страха неудачи. Можно прийти на одно занятие и поработать. Это все равно даст какой-то результат, так или иначе, какое-то влияние. Либо же пойти на три и проработать уже чуть больше этот момент. Либо же можно также пройти все девять модулей, все девять страхов и хорошенечко, хорошенечко. Отчистить свое пространство от того, что мешает быть собой. Хорошо, я вижу, что все готовы. Поэтому прошу вас закрыть сейчас глаза. Сесть удобно. Сделать три глубоких вдоха и выдоха в самый центр живота. Вы делаете вдох, выдох. Глубокий вдох, выдох. Вы вдыхаете свет. И выдыхаете всю суету. Еще раз вдыхаете свет. И выдыхаете напряжение. Уныние, отчаяние, боль. Отвержение, отверженность. И вдыхаете свет. И выдыхаете страх. Вдыхаете свет. Вдыхаете свет. Одиночество. Печаль. И еще вдыхаете свет. В глубину вниз живота. И выдыхаете свет. И еще вдыхаете свет. И выдыхаете свет. И глубоко в себя, глубоко-глубоко, в самые-самые чертоги. Вы вдыхаете свет. И выдыхаете свет. Своим внутренним вниманием. Вы центрируетесь в центре груди. Опускаете внимание в центре живота. В глубину себя. И наблюдаете, как из самого центра земли. Поднимается энергия. Поднимается свет. И заполняет ваши стопы. Заполняет ваши голени. Колени. Поднимается вверх. Заполняет ваши бедра. Заполняет таз. Все органы таза. Поднимается вверх. Заполняет живот. Почувствуйте, увидите или представьте, что основание позвоночника раскрывается, как бутон. И туда проникает эта энергия. И заполняет каждый позвонок. Поднимается вверх, вверх, вверх. Вам хочется вытримить спину. И расслабить позвоночник одновременно. Вы видите, как этот свет заполняет межпозвонковое пространство. Поднимается выше, 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 выше. Эта энергия заполняет все внутренние органы живота. Поднимается выше. Заполняет грудную клетку. Внутренние органы грудной клетки. Поднимается выше, заполняет плечи, руки, шею, голову. У себя над головой вы наблюдаете шар света. Обратите внимание, какой цвет этого света. И сейчас представьте, что вы своим вниманием погружаетесь в свое физическое сердце. Вы видите, как оно пульсирует. И дальше еще глубже вы погружаетесь в клетку своего сердца. И еще глубже вы погружаетесь в ядро своего сердца. В ядро клетки своего сердца. И в ядре клетки своего сердца вы видите свет. И такой же свет вы наблюдаете во всех соседних клеточках. И они сливаются. И теперь сердце все это сияющее, сияющее нечто. Ваше сердце есть свет. Увидите, как заискривлись и засиялись все клетки вашего тела. И этот свет расширяется на все ваше тело. И теперь ваше тело есть свет. Увидите, что то, на чем вы сидите, и свет ваш сливается в едино. То, на чем вы сидите, тоже является светом. И вы теперь едины. И этот свет распространяется на ту комнату, где вы находитесь. И все в этой комнате преображается в свет. И теперь вы и ваша комната едины. Увидите, почувствуйте или просто знайте, что дом, в котором вы находитесь, является светом. И вы сливаетесь с этим светом. Увидите, почувствуйте или просто знайте, что город, в котором вы находитесь, является светом. И вы едины с этим светом. И континент является светом. И все, что находится на этом континенте, является светом. И вы едины. Вся планета Земля является светом. И вы едины с этим светом. И вы сливаетесь с новым, за пределами Вселенной, за пределами космоса, за пределами Вселенной. С новым витком света. И вы едины с этим светом. И вы расширяетесь еще, 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 еще больше. Вы сливаетесь с еще новым витком света. С золотистого качества свет. И вы проходите свет, вы видите некое желеобразное пространство, которое светится. Представьте, увидите, почувствуйте эту желеобразную субстанцию вокруг вас. И она тоже является светом. И вы едины. И вы расширяетесь еще больше. Еще, 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 еще больше. В саму бесконечность, вся бесконечность является единым белоснежным преламутровым светом. И вы есть этот свет. И вы едины. Хорошо. Обратите внимание сейчас на макушку своей головы. И увидьте, что над макушкой вашей головы образовывается вихрь, воронка. Воронка из золотого, золотистого света. Увидите, представьте, почувствуйте ее. Она крутится. Эта воронка пронизывает вашу голову. Она расширяется, становится больше. И увидите, как эта воронка золотистого света начинает вычищать, начинает абсорбировать в себя все то, что должно абсорбировать в правом полушарии мозга. И в левом полушарии мозга. Видите, как одна воронка абсорбирует в себя все то, что накопилось, и чему пришло время абсорбироваться в правом и в левом полушарии мозга. Вычищайте, 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 вытягивайте. Как будто вспомните, вспомните ветра, вспомните воронки водные, вспомните воронки воздушные. Вспомните, как они вытягивают, втягивают в себя, в свое пространство все, что оказывается у них на пути, и все то, к чему пришло время им взлететь в эту воронку. Вытягивайте, вытягивайте хорошенечко. Посмотрите, как на затылке что-то, может быть, даже упирается. Расширьте эту воронку до затылка, расширьте эту воронку на уровне шеи, на уровень плечей, и вытягивайте, вытягивайте из шеи. Хорошо. Я вижу, у некоторых у вас очень хорошие процессы. Чувствуйте, чувствуйте, как, когда вы отдаете этой воронке, воронка вытягивает, абсорбирует в себя это. Когда вы это отдаете, чувствуйте, как сразу же, мгновенно приходит некоторая новая нотка облегчения, легкости, свежести. Вытягивайте, расширяйте, еще делайте плотнее эту воронку из правого и левого полушария. Хорошо. Еще, еще, еще. Чувствуйте, видите, представляйте. Я делаю это сейчас с каждым из вас, вместе с вами. Усиливаю этот процесс, подсвечивая те зоны, которые прилепились, как слепочки, может быть, слепочки земли или пыли. Вы вытягиваете, вытягиваете из правого и левого полушария накопленную боль, накопленное нечто, чему пришло время освободиться. Расширяйте эту воронку на уровень плечей. Она продолжает, она от головы становится больше на уровень плечей, на уровень груди. Увидите, как на уровень груди золотистый свет этой воронки раскручивается и точно так же абсорбирует с уровня груди накопленное количество нечто, чего-то. Вам не обязательно в этом разбираться. Просто отдавайте это без сожаления, без страха, ничего личного у вас там, ничего лишнего у вас не заберется. Все самое оно, все то, что надо. Чувствуете, как эта воронка захватывает и плечи, и захватывают спину. Раскручиваете, раскручиваете эту воронку, увеличиваете, теперь она охватывает голову, грудную клетку, грудь. И она теперь увеличивается, распространяется на уровне живота. Хорошо, на уровне живота, там сколько агрессий накопленной. У кого-то, вот я прямо чувствую, гастрит хронический, повышенная кислотность. Вот пошло уже даже, что накопленная злость, ярость невысказанная, непроявленная, недотопанные ноги. Все, вот расширяйте, расширяйте и на левую, и на правую часть, эту золотую воронку, выдавайте ей. Выдавайте ей все, то, что законсервировалось, застряло, за прилипло. То, что не проявляет знаков жизни или наоборот проявляет знаки жизни, но она вам чужда, это не ваше. Отдавайте, отдавайте налепленные на вас ожидания, стереотипы, раскручивайте воронку, внутри все то, что пребывает в голове, в шее, в грудной клетке, сейчас вот в области живота, желудочно-кишечный тракт. Она абсорбирует, принимает все, со спины тоже берет, плитки в спину, как говорят. Хорошо, ох, я чувствую, что вообще очень. Отлично, отлично, это страх неудачи, что плюнут в спину, страх неудачи, что подведут, страх неудачи, что никто не поддержит, страх неудачи, что наоборот еще подставят. Все это раскручивается в воронке, выдавайте, выдавайте, сердце сжалость у кого-то. Хорошо, отдайте сердце, прямо вот возьмите и вытяните оттуда намерением, намерением просто, я сказал, я сказала, вырвите оттуда и отдайте. Да, молодец, отлично, отлично, хорошо. Хорошо, в эту золотую воронку, отдавайте, отдавайте. Теперь эта воронка распространяется на уровень таза, на уровень таза, органы внутри таза. Холод, лютый холод внутри, отчужденность, отверженность накопленная. Отдавайте, пожалуйста, не надо, уже хватит вам это носить. Вот это то, что девочки недовольны своими ножками, своими бедрышками, своими целлюлитиками и все такое. Это все оно, это не потому, что они у вас действительно такие, а потому что отдавайте эти неудачи, эти разочарования в себе, в других, эти разочарования других людей в вас. Вот эта вот золотая воронка, она густая, чувствуете, что она прямо как будто она сдирает это с вас, царапывает это с вас. Она как раскаленная лава сейчас вот в этом месте, она как раскаленная лава вот выжигает. О, господи, там очень много холода, у нас женщины в основном, да? Очень много холода накопленного. Выдавайте это все, выдавайте, растворяйте. Накопленный холод, это циститы, это болезненные месячные, это холодные ноги, это всякие другие малоприятные. Малоприятные события, те, кто слушает это в записи, если это мужчины, то это те же проблемы на этом же уровне и тот же накопленный, нереализован, но уже жар. Девушки выводят холод, мужчины выводят жар. Вот все, отдаете это, отдаете этой воронке. Воронка расширяется еще, еще, еще больше, расширяется, захватывает бедра, колени. Унижение, униженность, когда вы принижали, когда вас унижали, когда вы защищались, унижая кого-то, когда вы чувствовали хоть капельку своей силы, унижая другое существо, когда вы чувствовали свою никчемность, пребывая в состоянии униженности. Раскручивается, раскручивается еще, еще эта воронка золотистого цвета и вынимает это из колен. Для человека в потоке нет вообще никакой проблемы встать на колени, предстать на колени перед существом, которое он обожает или она обожает. И точно так же принять поклон и принять колени другого человека, когда тот человек в почтении становится, нет никакой проблемы. Выводите это все в воронку. На лодыжки, переходим на лодыжки. Путь, наш путь, который мы проходим, идем, свой путь, свой личный путь мы прокладываем. С одной стороны легче жить по тому пути, который предлагает нам общество, родители, обстоятельства, потому что вроде как от них меньше агрессии мы получаем или что-то такое, меньше чувствуем себя уязвимым. Но чем больше мы принимаем пути других людей, других существ, тем меньше мы реализовываем свой путь, свое предназначение. В детской психотерапии, психологии есть такая фраза, когда ребенок слушается родителей, он не слушается себя, он не слушает себя. И вот лодыжки, голени, раскручивайте, раскручивайте воронку, абсорбируйте, выводите оттуда. Выводите те пути, которые не ваши, выводите слабость, инертность, апатию. Понятное дело, что вы будете чувствовать апатию, если вы из раза в раз насилуете себя, делать то, чему не лежит ваше душа, к чему не лежит ваше сердце. Хорошо, еще, еще. И теперь ступни, хорошенечко, хорошенечко раскручивайте. Ступни, ступни полностью уходят, это наше ощущение бытия, нашей материальности, наши деньги, наши доходы, наша одежда, наша полезная, вкусная еда. Или не полезная, или не вкусная, какая разница, но это наше, то, что выбираем мы. Раскручивайте, раскручивайте по ступням, отдавайте. Это еще какие-то там кармические залежи, кармические штуки. Раскручивайте воронку. И вы видите, как эта воронка раскручивает точно так же землю, свет. И в этом свете растворяется все, в золотистом свете. И эта воронка раскручивается до самого центра земли. Отлично, хорошо. И вы наблюдаете, что ваша воронка раскрутилась с центра головы, с центра. Она раскручивалась голову, грудь, живот, спина, таз, ноги, центр земли. И все, еще раз туда перепроверили, отдали. Поднимаете энергию, поднимаете свет из центра земли по этой воронке. Поднимаете и еще снова наполняете себя. Наполняете ноги, ступни, голени, колени. По мере того, как вы наполняете, воронка уменьшается. Бедра, еще, еще заливаем, заливаем, заливаем. Все оттуда, свет из самого центра земли. Живот, внутренние органы, таз, позвоночник, спину, грудь, сердце. Наполните свое сердце любовью земли. Наполните, мы все мечтаем про ангельские какие-то там ангелов-хранители, мечтаем и все такое. Земля любит нас, оберегает, заботится о нас. Примите эту любовь. Хорошо, еще ангелы не противоречат любви земли, земной любви. Еще. И воронка уменьшается, заполняете еще теперь плечи, руки. Этот свет из земли, шею, голову, над головой. И воронка превращается в точку и поднимается вверх эта точка и растворяется в белоснежном искрящемся свете. И теперь еще раз. Вы наблюдаете искрящийся шар у себя над головой. Этот шар по центру вашего тела, через вас проходит в центр земли. Из центра земли поднимается энергия, заполняет ноги, таз, живот, грудь, грудную клетку, плечи, шею, голову. И вы потихонечку возвращаетесь. Открываете глаза, делаете вдохи, потираете ручки, можете выпить воды. Потрите руки, кто сильно улетел, потрите руки на голову и вот так вот по телу, вдоль тела, до самых ног, до ступень, дотроньтесь до пола. И напишите мне, пожалуйста, о своем самочувствии. В двух словах. Так, крутила мощно. Да. У меня открылись еще новые способности за это время. И я вижу, как оно проявляется и какой-то новый уровень. Сильнейшая воронка, да. Хармоника пишет, голова болит. Ты можешь сделать эту практику еще раз и остановиться больше на голове и вокруг головы. И да выкручивать все вот на голове. Но обязательно пройдись вниз и обязательно в центр земли, обязательно ее полностью закончи. Сильнейшая воронка. Над пишет, немного успокоилось состояние. Хорошо. А как часто можно делать эту практику? Вы можете, это тета-медитация. Это не совсем так. Я взяла элементы тета-медитации и взяла другие элементы, которые мне открылись сейчас. Я уже вам сказала, что в таких практиках открывается ясновидение, яснознание, яснослышание. И практики начинают приходить сами по себе. Я просто вижу, что это работает, что это эффективно и что это работает со мной и это работает с клиентами. И предлагаю это людям. Поэтому, возможно, вы придумаете какое-то название. Как это называть? Я пока еще не знаю. Часть. Мы делали медитацию, когда мы визуализировали шар, поднимались и делали световое расширение. Это практика эстета-медитации. Но также я занимаюсь родовыми практиками. И те родовые славянские практики, которые передаются, они имеют точно такую же структуру. Когда вы заземляетесь с нижним потоком, с верхним потоком. Поэтому это кто как успел запатентовать. Но отчасти, да, можно назвать первую часть, что это тетта-медитация. Дальше это другое. Это работа на чистку, на освобождение. И гармонизацию соответствующую. И заземление. Эта практика очень хорошо заземляет. Потому что еще то, что показывает работа, что те люди, которые испытывают страх, у них есть некоторые аспекты незаземленные, так сказать. В материи не проявленные, в материи не зацепленные. Не чувствуют свое право быть здесь, на земле, будучи проявленным. Вот такой, какая есть. И вот такие практики, они очень хорошо заземляют. Потому что особенно те, которые много медитируют, работают, изучают духовные практики. Им там хорошо и начинают улетать, уходить. А потом спрашивают, почему без денег или ребенка как-то вот хочется родить. А что, а как? Заземление. Я так говорю, потому что я сама залеталась хорошенечко. И в какой-то момент обнаружила себя вот приблизительно в этих аспектах, которых я описала. И я поняла, что надо что-то делать по-другому. И хорошо и заземляться. То есть применять все эти полеты, но проявлять их через материю. Проявлять их здесь. Не разделять, что есть ангельское и земное, есть высшее и низшее. Нет. Это все одно единое. Любой дух, он проявляется через материю. Любая ручка, денюжка, одежка, платье мое. Это есть проявление духа, проявление высшего. Волосы, мое тело. Все это есть дух, проявление. Вот то, куда я бегала и медитировала, вот оно прямо здесь сейчас. И мне очень, очень сейчас. Видимо, сейчас такое время. Тогда время было полетать. Сейчас время вместе с планетой полетать. У нас тоже летает. Хорошо. Пожалуйста, еще напишите несколько слов. Ну, прям физически крутило. А можно в будущем помогать тебе движением? Ох, конечно. То есть, крутиться, как хотелось во время, во время. И, конечно, Маричка, это вообще очень хорошо. Если ты еще телом себе поможешь, ты включишь еще, вот, еще свою вербалику. Конечно, можно. Только будь внимательна, да, чтобы, если ты чувствуешь какое-то ощущение, что плохо, или начинает закруживаться, то все, хоп, остановился. Не имеет значения, куда крутит, туда крутишься. Не имеет значения. Крутит на набор энергии, набираешь энергию. Крутит на освобождение от энергии, освобождаешь. Потому что люди отчасти носят в себе не свое. Тошнит. Хармоника. Проделаю еще раз эту практику. И остановилась на голове, остановилась на животе. И хорошо остановилась на земле, там, где заземление. Еще, 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 взяла, взяла. Почувствуй, что ты ее ешь. Вот, с тому силу, энергию земли. Как будто густую сгущенку. Она может быть не сладкой для тебя, а какое-то другое состояние. Вот, чтобы вот это вот кружение остановить. Почувствуй, что вот ты раскрутила до земли, и оттуда вот она густая. И ты прямо ее напитываешься, ты ее вкушаешь. Это еще аспект некий такой материнского принятия, материнской любви. Насколько нас мамы принимали, насколько они были нам рады. Насколько они открыто проявляли радость по отношению к нам. Насколько у нас хватало нашего открытого сердца, чтобы считывать то, что они делают, как любовь, а не как что-то другое. Виктория пишет, вспомнилась недавняя обида во второй половине медитации. Мне кажется, кто-то как-то не совсем отпустило. Да. Мы будем больше уделять этому внимания на самой программе. Это скорее такой вам подарок, инструмент, который вы можете... Если вам недостаточно, у вас будет запись. Завтра вы можете продолжить, если вам удобнее слушать. Или же вы можете самостоятельно проделать эту практику и доотпускать, до завершить той степени, в которой вам нужны и необходимы. Я видела, у некоторых из вас были очень сильные процессы. Они на физике, они прямо... Вы увидите уже даже после этого вебинара, после этой встречи, вы увидите некоторые изменения в своем пространстве физическом. Хорошо, друзья мои, я буду завершать. Я безгранично вам благодарна. Я рада, что этот вебинар, если вдруг он оказался для вас полезным, и что что-то вы смогли уже сейчас изменить, проработать, или как-то настроиться, или хотя бы прописать себе направление, как это менять и как это трансформировать. Как работать с этими оковами, как работать с этими тюймами внутренними. Хотя бы даже если у вас есть алгоритм, это уже хорошо, это уже замечательно. Я еще раз вас благодарю и прощаюсь с вами. Катерина расскажет вам организационные детали, организационные аспекты нашей программы. До свидания. Я вас благодарю очень-очень. Благодарю и благодарю. Выключите, пожалуйста, презентацию, чтобы я могла ее включить. Спасибо участникам за вашу активность. Это тоже очень важно для нас. Итак, онлайн-курс «Свобода от страха» состоит из девяти модулей, как уже Марина говорила. Это каждый модуль по три вебинара, и всего получается на выходе двадцать семь вебинаров. Первый модуль «Свобода от страха неудачи» у нас начинается уже с одиннадцатого апреля и будет проходить одиннадцатого, двенадцатого и тринадцатого апреля. Три дня подряд, трехдневный интенсив с девятнадцати до двадцати одного ноль ноль, то есть два часа будет длиться вебинар. Полный курс «Свобода от страха» включает в себя следующие модули. Первый модуль – это «Свобода от страха неудачи», как я уже сказала дальше. «Свобода от страха отвержения», «От страха общественного мнения», «От страха нищеты», «Страха старости», «Страха потери любви», «Страха одиночества», «Страха успеха» и «От страха смерти». Все эти страхи вы сможете проработать вместе с Мариной в рамках данного курса. Какие условия участия, которые мы вам предлагаем? Это возможность участвовать по двум пакетам на выбор, либо пакет А, либо пакет Б. Пакет А предполагает одно занятие в одном модуле и запись этого занятия. В гривнах стоимость данного пакета 650, 1700 в рублях и 25 в долларах. Пакет Б – это полное участие в модуле, то есть это три вебинара и записи всех этих вебинаров, то есть у вас будет возможность пересмотреть и доработать то, что не проработано на занятии. Стоимость в гривнах 1500, 4000 в рублях и 60 в долларах. Сейчас я вам скидываю ссылочку в чат, где вы можете более детально ознакомиться с программой и выбрать пакет и оплатить прямо сейчас, либо оставить заявочку на участие. Скидываю вам в чат, переходите по ссылочке. Как оформить заказ? Вы выбираете любой подходящий для вас пакет, либо пакет А, либо пакет Б. Видите под формой, под описанием, кнопку «Оплатить сейчас», нажимаете на нее и попадаете вот в такое вот окошко. Здесь необходимо написать имя, фамилия, номер телефона и нажимаете на кнопку «Заказать». Далее появляется поле, где вы сможете выбрать любой удобный для вас способ оплаты. Далее по всему курсу, стоимость полного курса 9 модулей по 3 вебинара, 27 вебинаров. Также мы предлагаем вам участие по двум пакетам. Это пакет «Стандарт» и пакет «Вип». Пакет «Стандарт» – это 9 модулей по 3 вебинара и записи этих вебинаров. Полная стоимость в гривнах – 13500, 35500 в рублях, 52 в долларах. Пока возможности оплатить на портале нет, она появится в ближайшее время. По оплате вы можете задавать вопросы в скайп моему руководителю портала Наталье Коротковой. Также ее скайп я вам скидываю. И пакет «Вип» – это 9 модулей по 3 вебинара, это запись и это 9 личных сессий от Марины Сеткарь. Стоимость в гривнах – 22500 гривен, в рублях – 59 тысяч рублей и 890 в долларах. Также на страничке, сейчас я вам продублирую, с описанием курса вы можете найти более детальную информацию. Если у вас сейчас есть вопросы по организационным моментам, по оплате, по записи, по участию, задавайте их. Я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Если вопросы возникнут в дальнейшем, вы можете их задавать, также моим коллегам, еще раз скидывая в чат их координаты. Вижу, что пока вопросов нет. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были с нами, за вашу активность. Мы ждем вас на нашем замечательном курсе «Свобода от страха». Обязательно приходите. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...